Добрый день! Нос чертся, к чему это? Дорогие друзья, с вами Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска Но то, о чем я расскажу вам сейчас опять же будет склонять вас к мысли о том, что не такой уж он и славный, мой родной город Героя Смоленск Мне вновь по объективным причинам не удалось выехать на природу на несколько дней в деревню и я снова с вами, как видите и снова рассказываю вам вещи, которые, мне кажется, требуют нашего внимания и выражения нашего отношения к ним Друзья, я думаю, во всем мире не хватит бранных слов, чтобы описать то, что было сотворено смоленскими оперативниками полиции и смоленскими же прокурорами и судьями с простым российским нашим смоленским парнем моим тезкой Женей Игнатовым Ему сломали судьбу сфабриковав уголовное дело против него и на 14, отметьте для себя, на 14 долгих лет упекли за колючку изолировав от общества Но давайте я вам расскажу все по порядку, друзья В мае 2011 года вы даты, так сказать, вот про себя отмечаете Женя подъехал на машине к дому своих родителей чтобы у мамы пообедать у любимой мамочки поесть вкусной пищи А когда он вышел из дома после обеда то увидел, что возле его автомобиля кучкуются полицейские Сотрудники полиции потребовали у Евгения ключи от машины и буквально на его глазах подбросили на коврик ему на коврик на полу машины пакетики с порошком белого цвета После чего они стали угрожать ему привлечением к уколу на ответственности требовали у него деньги говорили, что насильно приложат его пальцы к этим пакетикам и оставят там отпечатку потом экспертиза докажет естественно, что это он брал в руки эти пакетики ну и так далее, со всеми вытекающими последствиями Ну, отцу Жени позвонили я не знаю, кто позвонил так сказать, история умалчивает и сказали, что сына возле их дома задержала полиция Ну, отец тут же, так сказать, сел на машину приехал к дому и ему сын обрисовал ситуацию сказал, что папа так и так подбросили наркотики, требуют выкуп ну, подумали, подумали родители значит, и отдали 210 тысяч рублей полицейским этим деньги, которые они собирали сыну на новую машину ну, этим пока ну, и тут их повезли отца с сыном в 5-й отдел УВД по Смоленской области который занимался борьбой с распространением наркотиков с незаконным распространением наркотиков и там при них, значит высыпали наркотики из этих пакетиков засыпали туда мел порошок мела и типа, на правильную экспертизу получили отрицательный ответ и отказали в возбуждении уголовного дела на этом, значит, инцидент был исчерпан типа, задержали с наркотиками но, типа, думали наркотики оказался мел ну, оставили он а целый год, а в декабре уже 12-го года, это был декабрь 11-го это уже декабрь 12-го года Жене вновь подбросили наркотики на этот раз в багажник его машины и обвинили в том, что он сбывает, хранит и сбывает наркоту вот и вновь потребовали деньги, взятку в сумме 300, что ли, тысяч рублей я уже не помню но родители подумали, подумали решили отбиться собственными силами от этой напасти но собственных сил оказалось маловато и в конце концов суд впаял Евгению ни за что за преступление, которое он не совершал 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима вот и тут естественно Женя сидящий в местах лишения свободы и его родители вступили в неравную схватку с бездушной системой которая схватка длилась целых 7 долгих лет куда только не обращались они со своими процессуальными и непроцессуальными жалобами и заявлениями тысячи ну сотни а может быть даже отъездили тысячи жалоб написали в разные инстанции и отовсюду получали отрицательные ответы отказы либо вообще ничего не получали вот причем все это продолжалось даже несмотря на то что в 14-м году в 14-м заметьте году то есть в 12-м декабре задержали Женю в 13-м видимо его судили а в 14-м уже задержали этих же оборотней в погонах которые ему подбрасывали вот эту наркоту задержали именно за фальсификацию уголовных дел и так далее и так далее задержали при получении взятки 300 тысяч рублей за то чтобы вот тоже как бы дело прикрыть а может даже несуществующее дело как и это ну вот несмотря на то что 29 сентября 16-го года эти оборотни в погонах которые сфальсифицировали против Жени Игнатова дело были осуждены за целый ряд преступлений то есть ну наверное 2 года или там сколько следствия шло с 14 по 16 по сентябрь 16 за целый ряд преступлений это получение взятки превышение должностных полномочий мошенничество кража покушение на сбыт наркотических средств пособничество сбытия наркотических средств сбыт наркотических средств грабеж ну целый букет руководивший этой гнусной операции по подбросу Жени в машину наркотиков Дмитрий Гузнов получил ну я не знаю 6 короче в конечном итоге после всех жалоб там апелляции и так далее ему вышло 6 лет он практически с Женей так сказать может быть и вышел но если не в один день то может в одном и том же году так сказать на свободу вот диковато конечно для всех нас звучит махровый преступник творящий свои злодеяния страшные под прикрытием ментовской должности под прикрытием погон офицерских под прикрытием полицейского удостоверения и под прикрытием всей этой системы будем так говорить получил 6 лет колонии а Жене 14 лет Женя который ничего не совершал честный добрый парень по крайней мере был добрым 7 лет так сказать в колонии и ни за что это тоже так сказать не склоняет к любви к этому долбанному государству и к этой системе долбанной которая закрутила его в свои жернова к несоразмерным Жениному срокам лишения свободы были приговорены также и подельники этого грузного Павел Герасченко и Николай Смолин а там еще так сказать в общем группа была это ОПГ будем так говорить из пяти человек из пяти сотрудников а может и больше это пятерых так сказать привлекали и все они изъявили желание сотрудничать со следствием так сказать и получили поэтому может быть и не такие сроки по идее Женю Игнатова отсидевшего к тому времени за преступление которое он не совершал почти четыре года должны были после того как этих осудили немедленно выпустить пересмотрев его дело в суде по вновь открывшимся обстоятельствам но не тут то было система просто так не отпускает тех кто попал ее Женева система заняла круговую оборону но тем не менее как бы там ни было все крутилось вертелось но однажды в конце тоннеля все таки появился свет и на помощь вот семье Игнатовых пришла уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова после ее обращения в Генпрокуратуру Российской Федерации Смоленск была направлена специальная комиссия наверное даже межведомственная комиссия так сказать может быть там и судейские были и прокурорские и следственного комитета и из аппаратов полномоченных по правам человека и после этого как бы звинулась но еще значит большую роль сыграла новая газета будем прямо говорить и фонд содействия незаконно привлеченным лиц гражданам незаконно привлеченным к уголовной ответственности есть такой фонд если бы не они так сказать и Женя бы и сейчас сидел в чем же фишка вы спросите как и я себя спрашивал а почему именно вот не меня не моего сына так сказать никто ничего не подбрасывает в машину или за пазуху или в карман а вот на Женю Игнатова дважды так сказать покусились а второй раз засадили аж на 14 год лет почему он стал фигурантом дважды ел по наркоте его отец Василий Игнатов считает что это вовсе не случайно поскольку на Женю зуб поимел очень большой связанный с его заблуждением относительно Жениного участия в гибели его сына в автоварии большой чиновник большой зуб имел большой чиновник городской и он якобы вот Жене этот чиновник угрожал значит расправой в частности обещал посадить ну вот поеволе так сказать просьбе на учение или там требованию посадили Женю в конце концов или нет мы не знаем историю молчат поэтому я фамилии тут не называю этого чиновника его погибшего сына и так далее вот за рулем было установлено был сын а Женю по-моему даже все равно в колонии достали и как говорит отец не буду не буду говорить но отец мне кажется сказал что журналистам даже сказал что что его и в колонии с этим делом достали значит доказывали что он был за рулем и парень значит из-за него погиб хотя все обстоятельства и свидетели и экспертизы говорят что он не он был а погибший ну ладно это другое дело итак обращаем внимание на даты 29 сентября 16 года был вынесен обвинительный приговор оборотнем в погонах в соответствии с этим документом с приговором материала о фальсификации доказательств и незаконном привлечении к уголовной ответственности Евгения Игнатова были выделены из уголовного дела ну судом наверное и направлены для расследования управления Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области там провели расследование свое и направили дело уже в суд уже так сказать о фальсификации и вот 26 марта 2018 года промышленный районный суд Смоленска вынес приговор по уголовному делу о фальсификации уже Гузновым этим фамилия какая красивая Гузнов Гузно это что задница куриная что ли или там гузка ну Гузно типа тоже красиво уголовного дела в отношении Жени Игнатова Игнатова все казалось бы что еще ждать то что открывай ворота колонии выпуская невиновного значит встречай счастливого парня если можно так выразиться однако друзья Смоленский областной суд и тут изобрел новую локу для воспрепятствия торжеству закона он рассмотрел апелляционную жалобу Гузнова кто-то ж надоумил Гузнова этого написать из колонии значит где он сидел апелляционную жалобу и суд исключил из приговора не только ему а всем этим оборотням хранение наркотических веществ и сроки на три года сократил вот вот она от чего шесть лет получилось может ему девять давали а столо шесть вот при этом суд апелляционной инстанции был осведомлен осведомлен что материалами уголовного дела по которым осудили бывших сотрудников этих полиции было доказано что они хранили в помещении спортзала в воде там в кабинках кажется в раздевалке аж 16 видов наркотических средств и потом эти средства подбрасывали подбрасывали людям вот и как доказали значит что Евгений не виновен ну наряду там со всеми остальными доказательствами что то что ему подбросили оказалось частью амфетаминов тех которые хранились в этих вот кабинках ну частью может быть так сказать какие-то этикетки там были надписи ну есть такое вот но после этого того как он областной суд вот это отчудил областной суд вместо отмены приговора и направления уголовного дела в суд первой инстанции для нового судебного разбирательства и вынесения уже вердикта оправдательного взял и просто снизил срок я говорю наказание Евгению он как бы еще раз подтвердил подтвердил его вину Женину вину и законность ранее вынесенного ему приговора вот ранее вынесенного 14 лет законно но мы вот добрые мы скостим и взяли значит и скостили ему я говорю на 3 года кость бросили такую чтобы не жаловался вот то есть областной суд как бы выбивал этим самым хотел выбить почву из-под ног защитников Евгения Игнатова Смоленск в это время я вам доложу гудел как потревоженный улей банда ну еще бы не гудеть банда оборотней в погонах много лет занималась тем что отжимала у людей бизнес подбрасывала наркотики брала взятки за то чтобы якобы освободить от уголовной ответственности сажала людей на очень большие сроки заказухи делали вот а следователи судей прокуроры которым поступали эти материалы от этих оборотней спокойно все это узаконивали то есть превращали материалы уголовного дела в обвинительное заключение в приговор и так далее и тому подобное вот однако нарушители закона не на того нарвались ведь защитником Жени Игнатова была никто иной как опытный и бескомпромиссный адвокат Олеся Игоревна Кузнеченко это одна из самых крутых смоленских адвокатов которая сейчас здесь с которой перессорились по определенным причинам может быть потому что она честная принципиальная ряд смоленских адвокатов и вынуждена была уйти в московскую коллегию и открыть сейчас здесь свой кабинет милости прошу наверное где-то есть реклама этого кабинета там собрались самые крутые адвокаты по гражданским уголовным и прочим делам под эгидой и началом Олеся Игоревна Кузнеченко вот 26 сентября 19-го года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ видите до Москвы добрались своим кассационным определением отменила приговор и все последующие решения принятые в отношении Жени Игнатова отменила и передала уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции кроме того Верховный суд изменил меру пресечения Евгению выпустив его из-под стражи из колонии будем так говорить на подписку о невыезде вот так вот и вот Евгений Игнатов из жизни которого по вине наших доблестных в кавычках правоохранителей вычеркнуто было 7 долгих лет обрел наконец свободу и Евгению казалось что все остальное это мелочи жизни простые формальности ну и еще несколько мол недель и весь этот кошмар закончится с него снимут судимость отменят подписку о невыезде реабилитируют и компенсируют ущерб причиненный неправомерными действиями должностных лиц и так далее и тому подобное он снова станет работать обзаведется семьей ну я не не помню он был студентом учился в строительном институте заочно и работал в строительной организации тогда когда его брали семь лет назад однако друзья жирнова так называемого правосудия натужно скрипя завертелись снова заживав еще на целых восемь месяцев ой истрепанную нервную систему Жени и оставшееся у него еще здоровье и нервы всех его родных и близких все время откладывающимися судебными заседаниями переносящимися дальше и дальше а он то под подпиской о невыезде никуда шаг вправо шаг влево побег а когда суды эти начались то Евгений и его папочка поняли что как будто Женя вновь оказался на скамье подсудимых в суде первой инстанции где все ждали официального оправдательного вердикта в отношении Жени прокурор встал государственный обвинитель и зачитал его обвинение семилетней давности и объявил о решении ну попросил суд значит заново опросить допросить в судебное свидание всех свидетелей по этому делу то есть снова пустил значит на круги своя вернул как будто и не было задержания сотрудниками ФСБ в 14 году этой банды оборотней в погонах подбросив Жени наркотики как будто не было судов над ними и так далее как будто не были официально установлены судами реабилитирующие Евгения обстоятельства то есть признание его невиновным как будто ничего не было то есть человеку который фактически уже был оправдан вышестоящими судами государственный обвинитель фамилия известна заново попросил вменить в вину вы представляете заново попросил вменить в вину закупку и хранение наркотиков то есть я не понял так сказать или этот прокурор государственный обвинитель не читал всех этих вердиктов или что я не понимаю это ж надо как-то так пасть так сказать что по новой попытаться запихнуть его в кутузку так сказать и в колонию по тем же обстоятельствам по которым значит признано что дело против него сфальсифицировано я вот это вот это дикость какая-то для меня как для юриста как для следователя бывшего как для полковника полиции наконец да просто как для простого человека ужас как будто все опять время часовая стрелка начала крутиться вспять и снова все залетело в тот роковой декабрь 12-го года когда банда полицейских значит напала на молодого тогда еще парнишку Женю Игнатову вытащили его из машины кинули на зим пристегнули руки наручниками и стали избивать ногами по лицу лежачего ничего этому кстати им не вменили сейчас они требовали денег снова требовали денег как и в 11-м году а поскольку денег им не дали то Жене дали 14 лет напоминаю колонии строгого режима вот но ленинский суд вот я говорю значит начхал на все это на все решения эти вышестоящие но доказанность того что Женя не виновен и продолжал пережевывать здоровье нервы в конец измученного человечка еще еще целых 8 месяцев по новой разбираюсь давно доказанной фальшивки в обвинении которое как уже было установлено повторяю генеральной прокуратуры и всеми вышестоящими судами было сфальсифицировано и только 26 мая 20-го года появилось наконец постановление суда в соответствии с которым уголовное дело по обвинению Гнатова Евгения Васильевича по части 3 статьи 30-й пункт Г части 3 статьи 228-й 1 УК РФ было прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от этого обвинения на основании пункта 1 части 1 статьи 24 УК РФ за отсутствием события преступления и далее признать за Игнатовым Евгением Васильевичем право на реабилитацию а меру пресечения в виде подписки о невыезде Игнатова отменить Все те кто узаконивал легализовал беспредел этой банды полицейских следователи судей прокуроры они все продолжают работать а судья которая не желала выслушивать экспертов со стороны обвиняемого и отправившая студента на 14 лет отбывать наказание в колонии строгого режима аж пошла на повышение и стала заместителем председателя районного суда оборотни в погонах получили от 7 до 10 лет лишения свободы первоначально до апелляции в колонии строгого режима а также штраф на общую сумму свыше 90 миллионов рублей а суд апелляционный извиняюсь инстанции вынес решение в котором исключил нахрен наказание в виде многомиллионных штрафов вот на 90 миллионов исключил это наказание вообще то есть не возложил такой труд отрабатывать на этих оборотней а также урезал всем из них строки на 3 года ну и снял в конце концов аресты с их имущества все вот такое дикое страшное подлое мерзкое склизкое и так далее дельце я вам доложил уважаемые друзья выводы делайте сами пишите свои выводы доводы мысли чувства в комментариях под моим роликом вы видели вы видели наверное мое отношение по моим эмоциям в этом ролике я хочу сказать что не изменив эту систему друзья ничего мы не добьемся не добьемся мы ничего может быть и в деле о трагедии Владислава Бахова как это Неболька говорит все остаются на своих местах меняют должности меняют повышают звания уходят на повышение перетасовываются но никто никуда так сказать не уходит не садится и так далее а за 7 лет отсидки ни за что заплатят по постановлению прокурора из государственного бюджета вот парню Жене заплатят вот этими бумажками они здоровьем ни прибавлением лет жизни ни верой в правосудие а этими бумажками которые как навоз сегодня нет а завтра воз с вами был Евгений Гордеев из о чуть не сказал опять славно из города бывшего героя Смоленска всего нам всем доброго не дай нам бог попасть в подобные ситуации пока господи 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 Продолжение следует...